Автор истории Юрий Жижа Проваливаясь в мимолетную дрему до очередного крика будильника, Сергей вздрагивал, словно кто-то отдергивал его за плечо и просил больше не спать. Чудовищный сюжет состоял лишь из одной женщины, которая пыталась бежать, но отсутствие симметрии в конечностях бросало крепкие палки в колеса этому бедному созданию. Она опиралась рукой на стену и прыгала на одной ноге настолько быстро, насколько могла позволить ее кровопотеря. Холодный и липкий пот выступал на коже, кругом было темно настолько, что она могла видеть лишь на метр перед собой. Сзади кто-то хихикал и томно дышал. Затем был ужасный звук металла об поверхность асфальта. Тот другой, что шел за ней, волочил огромный топор, которым было весело отрубать конечности жертвы. Через пять минут женщина упала без сил. Кто-то невидимый с крупным прожектором осветил улицу. Здание Дома культуры поселка Кодральск предстало во всей своей черствой величине. В спину женщины последовал удар тяжелого ботинка, затем фейерверк из кратковременной, но яркой боли вспыхнул где-то на макушке и все окончательно погасло. Сергей дрогнул и проснулся за минуту до будильника. Понедельник переставал быть томным, а кошмар, плавно перетекая в явь с единственным отличием, представление кошмарного театра было закончено. Кофе, как обычно, был гадким и горьким. Сахар не спасал от слова совсем, а портить напиток молоком или сливками было зазорно. Как кофейный гурман Сергей был плох, но он почему-то всегда был в поиске того самого бодрящего напитка и частенько натыкался на разного рода быстро растворимый хлам. Накинув на плечи пальто и прыгнув в кожаные сапоги, он ловко щелкнул ключами и вышел за дверь. Осень набирала обороты с каждым днем. Еще недавно теплый и ласкающий сентябрь сменился раздражающим и вредным октябрем, который бросал в лицо то надоедливую морось, то по-зимнему прохладный ветер. За бортом было кое-как плюс три. Запрыгнув в машину и ощутив под причинным местом холодное сидение автомобиля, Сергей окончательно проснулся. Путь предстоял недолгий, но идти по такой погоде не хотелось совершенно. Мимо проплывали незамысловатые провинциальные магазинчики с такими же названиями. Магазин одежды носил гордое название «Денис». Чем Денис заслужил подобное внимание, не совсем было понятно. Все равно, если бы кто-то назвал человека Тузиком, а местную пятнистую дворнягу Семеном Романовичем. Следующей достопримечательностью была маленькая церквушка, очень старая. Казалось, попытам были похожи друг на друга, потому что, когда на Кристины племянника туда пришел Сергей, он легко узнал эту седую бороду и грубые черты лица священнослужителя. Здесь 30 лет назад крестили его самого. Подъезжая к Дому культуры, где Сергей был директором, он мгновенно ужаснулся представившейся ему картине. Вокруг сновали люди в форме, люди без формы, звенели трели скорой, кто-то кричал, а кто-то рыдал в захлеб. На белой стене здания тянулся рваный шлейф крови. Здесь была резня, не иначе. Все остальное было сокрыто от глаз зеваками и полицейскими. В воздухе витал траурный запах по лету и по безвременно ушедшей женщине из сна. Сергей вздрогнул от возникшей в голове мысли, было ли это видением грядущих событий или чем-то более зловещим. Сергей не знал, но догадывался. Впервые подобные сны посетили его в возрасте десяти лет. Было теплое майское утро, светило солнце и птицы радовались недолгому возвращению в родные пенаты. На улице пахло сиренью и теплотой солнца, отчего оживало все вокруг и становилось изугрюмо, отталкивающего в дружелюбное и зеленое. Там, среди пробивавшейся травы, лежало бездыханное тело его учителя по русскому языку. Сергей пытался вспомнить его имя, но так и не смог, ведь Леонид Павлович проработал всего лишь три дня, а затем встретил внезапную и жестокую кончину. Правая нога и левая рука были грубо отделены от тела при помощи какого-то очень весомого сельхозинструмента. Тогда допрашивали каждого из жителей многочисленных частных домов. Забирали все топоры, колуны и ножи. Искали на тех отпечатки крови и в большинстве случаев находили, но та кровь не принадлежала людям, а лишь тем, кто были выкормлены на убой для пропитания. Куры, козы, коровы, индюшки и прочая живность попадали под острие топоров или ножей чаще, чем люди. Именно поэтому, когда в опиющий случай не до конца расчлененного тела ворвался ржавым гвоздем в тело Кудральска, не осталось ни одного человека, кто не слышал бы о подобных зверствах. Из мурака прошлого Сергея выдернул полицейский, тот стоял в паре шагов от него и пытался привлечь внимание задумавшегося посреди дороги мужчины. Казалось, он был в каком-то трансе или его хватил удар от увиденного. Мужчина, извините, вежливо поинтересовался сотрудник правоохранительных органов. «Ах, да, простите, вспомнилось одно событие. Лет двадцать назад было что-то похожее, здесь же, в Кудральске». Сергей повернул голову в сторону собеседника. «Да, что-то слышал такое. Я всего-то работаю от силы год и пока не ознакомился с местным архивом», — оправдываясь, забубнил полицейский. «Что вы здесь делаете?» «Я здесь работаю. Сергей Витальевич, директор нашего замечательного ДК». Он протянул руку в сторону мужчины. Ответив крепким рукопожатием, полицейский продолжил. «Тогда мне нужно будет задать вам пару вопросов». Он вынул из кармана блокнутый ручку. «Вы знаете такую Елену Агапову?» «Да, знаю. Ее сын ходит сюда на секцию дзюдо и еще параллельно занимается музыкой, если не ошибаюсь, играет на скрипке. Замечательная семья». Сергей мелко задрожал. Неужели кто-то мог убить эту прекрасную женщину, да еще и таким способом, который вернул страх в сердце каждого жителя Кудральска? После жертвы учителя спустя два года Сергей увидел подобный сон еще раз. На этот раз жертвой была какая-то дальняя родственница Сергея, которая нашла свое последнее пристанище у церкви, той самой, мимо которой проезжал Сергей ранее. Мама рассказывала ему об этом, утирая слезы платком. Абсолютно те же самые увечья, ничего нового. Жертвы даже не были связаны ни узами знакомств, ни дружбы, хоть среди населения маленького поселка не было тех, кто хоть раз не видел бы друг друга. Но тут не к чему было привязать случившийся ужас. В дальнейших снах были некоторые изменения, которые пугали Сергея. Они начали обрастать звуками, сначала криками жертвы, которые в предсмертной агонии хватали за жизнь болью и отчаяньем. Потом звуков стало больше, сбивчивое дыхание многочисленных жертв Кудральска добавлялось к каким-то искусственным смешкам и заигрываниям. Затем появились звуки топора, врезающиеся во что-то мягкое и сочное. Самым последним звуком был глубокий и низкий голос, холодный, наполненный сталью и не имел ничего общего с человеческим. Одно слово «еда» на долгие годы выбило из Сергея дух. Все это стакката не имело ничего общего с жизнью. Что же теперь будет с ее мужем и сыном? Сергей выдал свой вопрос первым, сбив с толку полицейского. Я не знаю, Сергею смерть Агаповой произошла где-то между двумя или тремя часами ночи. Что она могла делать здесь в такое позднее время? Вопрос прозвучал как-то натужно. Откуда Сергею было знать, что может делать взрослая женщина на улице, да еще и ночью? Да и при чем здесь он? Полицейский немного задрожал. Елена была взрослой женщиной. Что она здесь делала, я не могу знать. Можем пройти и посмотреть с вами записи с камер наблюдения. Я, как и вы, приехал сюда на работу. Полицейский поднял руку и кому-то помахал. Затем рация повестила их о том, что те могут пройти. Сергей не оглядывался на жертву, пока шел к дверям ДК. Он прекрасно знал, что он там увидит. Лужи крови и потерянные конечности, которые, кстати, никто не мог отыскать, его больше не пугали. Пугало то, что он все-таки не смотрел в будущее. Сны о расправе приходили ему постфактом, и он ничего не мог с этим поделать. Сказать кому-то об этом снова звучало угодить в немилость властного и жестокого отца или прямиком в психушку, а то и вовсе в тюрьму. Кудральского расчленителя так и не нашли, а ради закрытия этого громкого дела могли запереть любого. Что бы это изменило, спросите вы. Ничего, спустя год или два убийца появился вновь, вплоть до 20-летия Сергея. В ту пору он вернулся из армии и намеревался поступить в институт, чтобы выбраться из крепких пут родного поселка, но спустя пять лет учебы он заскучал и вернулся обратно, заняв вакантное место директора ДК. Культуролог по образованию, он знал многое о театре, музыке, кинематографе и был заядлым любителем поиграть на шестиструнах. Потихоньку ДК оброс интересующимися подростками, кто-то из родителей внезапно открыл в себе талант заправского самбиста, а кто-то просто хотел, чтобы ребенок запасал культурный багаж. После школы можно было увидеть тех, кто шел в ДК, словно во второй дом, а кто плелся туда, словно на каторгу. Войдя внутрь просторного старого здания, где потолки тянулись к небесам, они прошли в кабинет на первом этаже, где обычно уставший сторож Игорь лениво глядел в мониторы и лузгал семечки. Был с самого утра явно в самом бодром состоянии духа и тонусе тела. Ему оставалось лишь вырвать седые космы своих волос, головы и что-то протяжно закричать. Его глаза метались внутри глазниц и отражали безумие. «Сергей Витальевич, тут это! Смотрите!» Сторож тыкал пальцем в плоский экран камеры, которая выходила на дорогу рядом с ДК, где и нашли убитую. Видео было коротким, но содержательным. Женщина уже была без пары конечностей, она опиралась на стену в надежде скрыться за поворотом. Грязела о том, чтобы постучаться в дверь, чтобы Игорь услышал ее и впустил внутрь, спасая ту от кошмара, но силы покинули ее примерно на середине пути. И она упала. Следом за ней появилась фигура. Таких пропорций не бывает у человека, если тот не сбежал из цирка уродов. Существо было похоже на высушенную версию Яо Мина. Если Мин был знаменитым из-за своего роста баскетболистом, то другой представлял знаменитого убийцу, которого так никто и не нашел. Аномально длинные руки спускались до голени. В левой руке убийца неловко держал какой-то уродливый топор с ручкой длиннее, чем нужно, и топорищем больше, чем можно. Сноп Искар с каждым шагом выбивался из лезвия, словно тот был объят пламенем. Длинные волосы спадали до пояса и были скорее жалкой пародией или отвратительно сделанным париком. Они висели будто тряпка, что застряло в черепе. Он был одет в какое-то подобие нелепой одежды, словно в огромном мешке вырезали отверстие для рук и ног, затем сунули туда человека. Убийца крепко впечатал в спину жертвы свой огромный ботинок, казалось, было слышно, как хрустнул позвоночник. Затем последовал замах топором, от которого кровь застыла в жилах. Суставы рук неестественно выгнулись, а затем кровавый всплеск в районе головы возвестил о начале конца. Железка надвое рассекла голову и пробила бордюр. Железобетонное изваяние тоже пополнило собой список жертв загадочного маньяка. Молодой полицейский, в отличие от Сергея, был слаб желудком и духом. Явно был переведен из города и подумывал о том, что в Кудральске будет легкая прогулка от разгона пьяниц и дебоширов, от бытовых конфликтов, но в тихом умуте черти водятся. Кудральский расчленитель был тому наглядным примером. Тем временем зловещее изваяние уставилось прямо в камеру и нашло глазами Сергея. Казалось, то лицо с провалами глаз и тонкими зловещими точками горящих зрачков просто заметили что-то на фасаде здания, но Сергей почувствовал, как все его нутро сжалось в мелкий комок нервов, прямо как тогда, когда он услышал голос убийцы во сне. Тем временем Долговязый повернулся к жертве и вынул свой топор из того, что недавно было головой и в ту же секунду исчез темным пятном. Словно никогда не было здесь. Твою-то! Что это было? Первым тишину нарушил полицейский. Его трясло и к ужасу записи добавился явный кисловатый запах рвоты. Сторож тем временем, второй раз увидевший данную экспозицию к фильму ужасов, стал каким-то безразличным и просто сидел на стуле, уставившись в противоположную стену. Он сверлил ее взглядом, пытаясь выпустить сознание наружу. Все, чего ему так хотелось сейчас, это уйти и забыться алкогольным сном от дешевой водки, вкус которой ему покажется самым лучшим на свете. «Я заберу запись! Черт, я такое только в фильмах видел! Ну что бы в жизни!» Полицейский нервно сглотнул воздух и попытался успокоиться. Получилось из рук вон плохо. Хотелось испариться, уехать в райцентр, только подальше от этого кошмара, который будет преследовать его всю оставшуюся недолгую, но яркую жизнь. Взяв показания для протокола у сторожа и у Сергея, полицейский поспешно вышел с записи убийства Агаповой. Назревало много работы, которая закончится ничем иным, как еще одной папкой в архив с нераскрытыми преступлениями Кудральского расчленителя. Сергей сидел в кабинете и думал о многом. Переваривая увиденное, он то и дело вспоминал единственное слово «еда», что он слышал, как оказалось, от вполне осязаемого, но неуловимого существа. Было что-то жуткое в этом слове, особенно после увиденного. Сны были лишь каким-то мороком, случайностью, которая совпала с жизненными обстоятельствами. Сергей был уверен, если бы он смог что-то сделать и чем-то помочь, он непременно пришел бы на помощь, но он был лишь зрителем на этой сцене безумного нечта. Телефон зазвенел так же внезапно, как наступившие сумерки. «Алло, Сергей Витальевич?» Приятный женский голос лизнул барабанную перепонку. «Да, это я, а вы, собственно...» Сергей не успел договорить. «Анна, Анна Гурова, вы свободны сегодня вечером. Нам нужно увидеться, это в ваших же интересах. Давайте в кафе на Зиновьево в 21.00». В трубке раздались короткие гудки. Видимо, отказа девушка не принимала от слова совсем. Сергей потер виски и пытался выудить из недр разума какое-то напоминание об Анне. Голос казался ему знакомым, даже почти родным. Накатившая усталость от пережитого проникла в его разум, и, закрыв глаза всего лишь на миг, он сам ловко и точно угодил на изуверский крючок расчленителя. Иван Шульгин, который утром узнал о городе, в котором он прожил лишь год слишком много нового, бился в истерике. Досье с убийствами было каким-то местным достоянием, как памятник страшному, безбожному и настолько чуждому миру, что за неимением других почестей являлась визитная карточка поселка. Он наливал уже третью рюмку после того, как сделал отчет своему начальнику и в спешке удалился из участка в уютную квартирку на окраине. За окном был ветер, покачивая ветки деревьев, и последние желтые листья стремительно опадали на зим, превращаясь в мягкое осеннее одеяло. В дверь требовательно постучали. Шульгин не был трусом, но в данный момент нервы были натянуты в канаты, которые вот-вот отпустят корабль раз сутка в длительное плавание без какой-либо команды, потому что попросту не смогут больше сдерживать многотонную махину. Он неловко поднялся и опрокинул рюмку внутрь, а затем поморчился и, занюхнув рукав, пустил в рот дольку лимона. Подойдя к двери и глянув в глазок, он ровным счетом не увидел ничего. Вот квартира напротив, там живет добродушный дядь Демьян, который, видимо, относился к людям правопорядка уважительно и здоровался с Иваном крепким рукопожатием. Стук раздался снова, прямо перед носом пошатнувшегося лейтенанта полиции. Либо воображение играло с ним злую шутку, либо кто-то невидимый явно хотел предстать перед взором, но только при учной встрече. Иван потянулся к ручке двери и опустил ту вниз. Дверь с привычным скрипом открылась, и что-то холодное накрыло его покрывалом тьмы, окончательно отрезая дорогу для отступления. Левая рука отнялась мгновенно, боли не было, лишь беспомощность перед фактом того, что его уже не отпустят. Потерю ноги Иван ощутил сразу же. Боль была яркой, выбила изнутри весь воздух, отчего остывалось лишь сипеть на полу подъезда у арендованной квартиры. Полицейский закричал, что была сил, но темнота не выпускала из себя ни звука, как бы он ни старался. Кто-то хрипло хихикнул, затем чавкающие звуки поглотили реальность Ивана с концами. Он так и не очнулся, топор рубил уже мертвое дело. Сергей очнулся в потусе да в кресле. Взглянув на часу, он понял, что все еще успевает навстречу с таинственной девушкой, но ему очень хотелось взглянуть и узнать, что все это было лишь сном, а не очередным совпадением с новым преступлением маньяка. Ощутив холодное вение ужаса между ребер, он с каждым поворотом руля понимал, что надежда утекает по каплям в пустоту. Припарковавшись возле полицейского участка и вбежав внутрь, словно безумец, он принялся кричать о том, что кто-то убил полицейского. Он даже описал его на дежурном посту, отчего у того встали дыбом волосы. В УАЗике было тесно и совсем небезопасно. Сергея повезли в дом, где проживал описанный им лейтенант Иван Шульгин. Крупная дрожь била Сергея, как в последний раз. Сергей не мог объяснить им, откуда он вообще понял, что с Шульгиным что-то случилось, и это всерьез занимало все головы хранителей закона. Он чувствовал, как их взгляды терзают, его пытают и укалывают его иглами совести, словно сам Сергей был виновен в смерти молодого сотрудника. Подъехав к дому и не увидев ничего подозрительного, пятеро человек вместе с Сергеем вышли в прохладный вечер октября и направились к двери в подъезд. Пройдя внутрь, они попятили, словно куклы. С лестничного пролета капала кровь, уже образовав приличную лужицу. По какому-то странному истечению обстоятельств, дом был тих и пуст. Не было ни звуков, ни движений, казалось, что даже телевизоры разом отказались работать, а всех хозяев утянули нити сна до той поры, пока кровь не перестанет литься. «Плохо дело, Жора, проверь!» Капитан кивнул одному из своих людей, и тот по-молодецки вбежал на четвертый этаж, где жил их сотрудник. Вокруг было месиво, такое же, как и всегда. Рука и нога отсутствовали, вдоль позвоночника зияла дыра, сквозь которую можно было увидеть пол. «Дверь нараспашку, следов злома нет», отрапортовал сержант. «Как же так получается, Сергей Витальевич? Откуда вы узнали о том, что случится?» Капитан вопросительно посмотрел на взятого с собой гостя. «Это уже происходит давно, вы не поймете. Я не знаю, как я связан со всем этим». Сергей растерянно озирался, сидя в квартире покойного. «Потрудитесь объяснить, а я решу, что из этого нам стоит взять на вооружение. Убитый сотрудник полиции, понимаете? И первым, кто об этом узнал, это вы, Сергей». Капитан серьезно взглянул на него. «Я... понимаете, я вижу сны. Очень давно сны об убийствах, натуральные настолько, что я знаю все до мелочей. Помните убитого учителя 20 лет тому назад? Я это увидел еще ребенком, а наутро был напуган настолько, что не пошел в школу, а вечером от родителей я узнал, что нашего нового учителя по-русскому убили. Помните еще, что он провел у нас всего неделю уроков, а уже успел влепить не двойку». Сергей говорил сбивчиво и пытался не разрыдаться. «Дальше что? Все убийства расчленителя вы, получается, видели и знали о них, и никому не говорили об этом?» Капитан был ошарашен подобным фантасмагорическим откровением, но не подал виду. «Нет, никому. Один раз я пытался сказать об этом отцу, и он сильно выпорол меня тогда. Он был строгим и страшным человеком, я боялся его настолько, что пытался меньше попадаться ему на глаза. Мама мне тогда не поверила, решила, что я просто сильно впечатлен, и на фоне всех новостей стал бредить. Поэтому я молчал». Откровение не действовало на капитана, зато Сергей вспомнил свою беспомощность перед отцом, совсем расклеился и разрыдался. «Сергей, вы когда-нибудь были у психиатра?» «Нет, никогда». «Вам стоит посетить его, обязательно, а я пока вас отпущу под подписку. Не выезжайте из города до окончания расследования, а теперь вы свободны». Капитан указал рукой на дверь. Сергей был опустошен, он понимал, что ему не поверят, как не поверил никто тогда. «Может быть, действительно, стоит обратиться к врачу?» Сергея подвезли до участка на дежурной машине, времени до встречи с Анной оставалось достаточно, и не теряя его драгоценных минут, он завел свой старенький опель и поехал к назначенному месту встречи. В кафе приятно пахло, а Анна сразу же бросилась ему в глаза. Она явно была городской, так здесь не одевались. Сдержанное, но красивое платье подчеркивало грацию ее движений. Она встала и помахала Сергею рукой, тот, явно смутившись, опустил глаза в пол и проследовал к столику. «Добрый вечер, Сергей! Давно не виделись, правда?» Анна кокетливо улыбнулась и подняла бокал с шампанским. «Ну, за встречу выпускников!» «Выпускников?» Мозг озарил свет. Точно, перед ним та самая первая и, возможно, последняя любовь всей его жизни. Почти такая же, как тогда. Только стала чуть выше, обрела недурную фигуру и выглядела во всех смыслах дорого и успешно. Она пробыла в Кудральске всего год. Как только поселок был ошарашен зверским убийством учителя, то ее родители решили уехать сразу же, не дождавшись окончания учебного года. Спустя столько лет он снова видел ее вживую. Это была настоящая узлада и для замученных глаз. «Я смотрю, Кудральск до сих пор занимается тем же, чем и раньше, лишает жизни людей?» Она вопросительно посмотрела на Сергея, отчего повеяло каким-то холодком. Это началось снова. Сначала учитель, затем моя тетя, потом еще какие-то люди, о смертях которых я узнавал из новостей. Тот же самый почерк и теперь снова. Он задумался и не заметил, как опустошил бокал шампанского одним глотком. «Не слишком ли много для одного дня? Не находишь?» Анна сказала об этом так, словно это было очевидным. Сергей не понимал или не хотел понимать. «Что они сделали тебе, Сережа? Какую в этот раз страшную боль они принесли тебе? Чем они заслужили это все?» Давление со стороны Анны возрастало. Почему она задает вопросы, на которые у Сергея нет ответа? Он лишь видел происшествие, но физически бы никогда не смог сделать ничего подобного. После того, что он увидел с камеры наблюдения, он явно понимал, что это дело рук другого человека или существа, неважно, чем оно было. Но оно явно стояло за всем этим. Кто же это мог быть? «Знаешь, мои родители тогда послушали меня и поверили мне». Анна засмеялась с какой-то нескрываемой злостью. «Представляешь мне, той десятилетке, что пришла из школы в слезах и сказала, что учитель скоро умрет, и что я могу быть следующей?» Анна выжидала реакции Сергея, но тот словно провалился в какую-то дыру, докуда не долетал звук. Анна продолжила. «Я тоже видела сны, они были чуть отличными от твоих, я уверена. Знаешь, я до сих пор их вижу, только вот ты лишь безмолвный наблюдатель, а я всегда жертва». После пары раз я перестала ощущать какой-то страх или ужас, который сваливался на меня после каждого такого эпизода. Я эмоционально выгорела, перестала бояться, знала, что я-то не умру, а вот про других не могла сказать так же. «Помнишь, учитель влепил тебе двойку? Да-да, почти в первый же день своей работы он влепил тебе два за то, что ты не ставил его ни во что, а грызался и хамил. Ах, Серёжка, смелая душонка! Он за это умер? За то, что справедливо пытался тебя приструнить?» Голова была готова разорваться, слова Анны прорывались внутрь вакуума, которым оградил себя Сергей. Испугавшись подобных откровений и последствий, что придут после. На протяжении долгих лет его барьер словно стена ограждал его от подобных мыслей, но сейчас он явно вспомнил, что виноват в этом только он. «Да, это так». Сергей поднял голову и холодно посмотрел на Анну. «Хочешь узнать, из-за чего умрёшь ты?» «Я? И умру?» «Я перестала бояться смерти с того момента, как села с тобой за одну парту, Сергей. Я пришла сюда за тем, чтобы послушать, за что ты убил всех этих людей». «Это был не я, это был он». «Но перестань, что ты как маленький? Это ведь с твоей подачи твой цепной пёс рвал и металл». «Кстати, а почему твой отец умер своей смертью?» И маленький любитель возмездия боялся своего папку настолько, что посчитал того превосходящим противником. «Заткнись!» Сергей хлопнул ладонью по столу. «Тётка подарила мне ржавую машинку. Она достала её из своей вонючей сумки и отдала её мне. Мне. Она говорила, что когда-нибудь я заслужу нормального подарка». Сергей сжал кулаки от злости. «Агапову-то за что?» Анна нисколько не боялась Сергея, а если и боялась, то явно не подавала виду. «Сутка пыталась меня шантажировать. Говорила, что расскажет мужу о том, что я приставал к ней. Да что он может, толстый идиот!» Злостья я раздушила его. Хотелось лечь при мазде и забыться сном. Убить их всех до единого. Сначала Анну, а потом и всех остальных, кто хоть как-то колся, посмотрит на него. Ранимая душа творческого человека. «Ну что же, Сережа, выпьем еще!» Она подняла вновь наполненный бокал. Что за нахальство? Почему она не испытывает ничего такого, что хотя бы издали напоминало страх? Почему ее глаза блестят, словно она на подиуме и вот-вот победит в конкурсе Мисс Мира? Сергея разрывало изнутри на части. Худшая его часть уже готовилась выпрыгнуть из тьмы и разорвать самодовольную Анну на части. «Пропади все пропадом! Он сделает это сам!» Резко встав, Сергей схватился за увесистую бутылку из-под шампанского и замахнулся. Анна ждала этого момента, ждала порыва этой животной ярости, она знала, что он не сдержится, она также знала и о том, что, возможно, умрет. Она среагировала быстро. Отпрыгнув, словно кошка, она ощутила, как кусочки стекла легонько отскочили ей в руки, слегка поцарапав. Сергей стоял в недоумении, в его руке была видна образовавшаяся розочка. Словно кованный бутон, он сжимал ее до бельма в пальцах. Мышцы сводило от резких движений, и затем прозвучал выстрел. Первая пуля прошла на вылет сразу же через левое легкое. Он закашлялся кровью и остолбенил от боли, что нахлынуло на него. Самый страшный сон сбывался. Он тоже когда-нибудь умрет, и что будет потом? Что там, на другой стороне? Вторая пуля угодила прямо в челюсть, рот наполнился вкусом жареного мяса, кровь сочилась с подбородка прямо на скатерть стола, а затем резво побежала по шее вниз. Спустя еще пару секунд агонии, безысходности и страха, он понял, что сейчас умрет, и закрыл глаза. Он очутился в непроглядной темноте. Далее послышало чье-то нервное дыхание. Кто-то мерзко и хрипло хихикнул. Анна в спешке покинула кафе. Наконец-то тот, кто приходил в ей во снах чудовищных убийств, наконец был наказан сполна. Хотя смерть довольно легкий выход для такого уб... Как и к Сергею. Чудушный малец, который загубил несколько жизней в угоду своему эго. История, достойная какого-нибудь дешевого хоррора про маньяка, который был обижен на весь мир, поэтому начал творить свои зверства. Раз за разом она видела, как он убивает ее в разных ипостасях, затем убирает симметрию с конечностей, затем смачно жует, рвет вплоть зубами и жадно проглатывает кусочки человечины, словно питон. Неприметные жигули завелись сразу же, девушка должна была покинуть поселок до того, как приедет полиция. Она сделала для этого места многое, они будут ей благодарны, пускай не сразу, но точно будут. Выезжая за знак, где Кудральск был перечеркнут траурной черной лентой посреди своего тела, она заглянула в боковое зеркало слева от себя и нажала на турмаз. Заверещав, девятка отскочила на обочину, подняв густое облако придорожной пыли. Тени в боковом зеркале задергали сами себе на уме. Левая лампа автомобиля погасла, затем стало безумно холодно даже для октября, а потом пришла темнота. Было чертовски холодно, нельзя было разглядеть ничего вокруг. Крик затихал еще на выходе из горла и пропадал среди непроницаемой пустоты. Благими намерениями выслана дорога в ад. Анна, ну разве ты не знала? Голос шел отовсюду, как и мерзкие смешки. Но я убила, я, черт побери, убила тебя! Все должно было закончиться! Нет тебя, нет-нет-нет! Анна готова была выдрать свои роскошные волосы вместе со скальпом, лишь бы оказаться в своей машине. Ты же сама сказала, что я всего лишь наблюдатель. Сквозь искажение пространства она уловила голос Сергея. Да, он всего лишь наблюдатель! Смешок растаял в кромешной тьме. Рука Анны была вырвана из сустава с присущим хрустом сухожилий и мышц. Крик застрял в горле, страх сковал ее рассудок, и Анна на миг смогла разглядеть, как то, что явилось Сергеем, с особой страстью пожирало ее плоть. Существо расплылось в ехидной ухмылке и спросило, «Ты ведь не думала, что все будет так просто, а?» Раскатистый, зловещий хохот задавил ее предсмертной вупой. Если честно, на Сергея у меня не было вообще подозрений, потому что я думал, он наблюдатель сторонний, и какое-то существо терзает, так сказать, жителей данного села. А все оказалось намного сложнее. Ну что ж, если вы дослушали историю до самого конца, поставьте эмодили смолик топорат, так мы узнаем, сколько нас дослушавших историю до самого конца. А я, как и всегда, с вами не прощаюсь, и услышимся в следующей интересной истории.